То есть стрельба из палатания стоя, сидя, различные элементы, и это их завлекает. То есть всегда это будет даваться, чтобы их как-то заинтересовать. Не говоря про теорию, которая сейчас будет идти постоянно. Тут контингент разный. Те, кто служил. Но на первом занятии, как я обратил внимание, боевого опыта ни у кого нет. То есть есть кто стрелял, есть кто служил, а есть кто вообще автомат не держал. И мы даже тоже в начале занятия стараемся разделить группы по уровню освоения. Тут мужчины и женщины. Мужчины и женщины. Женщины тоже ходят. То есть у них не так много, а так вот 320 человек. В прошлый раз около 30 девушек было. Они сами как объясняют вам? Ну, вы знаете, сейчас чувствую патриотизм о моем понимании. С учетом того, что я занимаюсь этим уже 12 лет, оно очень выросло, и это безусловно радует. Кто бы тебе говорил, что дух у нас упал, мне ничего подобного. То есть все равно есть люди настроенные, с которыми преподавались, и сейчас работа ведется. Я не знаю, почему так получилось. Я просто хотел сделать для Красногорска что-то такое, ну, доброе. В принципе, как-то их, потому что сейчас все ходят чуть-чуть, ну, сами понимаете, нервничают, боятся. Вот. А когда ты находишься в таком коллективе вот здесь, это энергетика, это люди одной идеи, и ты уже психологически понимаешь, что тебе не страшно. И когда тебя начинают обучать, ты уже тоже понимаешь, что тебе уже намного лучше. У меня, образно говоря, 120, хотя я знаю, там человек 500, и то мы еще не расширялись. Понимаете? Это, они же все это сарафан на родине, они все это понимают. Люди-то приходят, поэтому... Но эта работа, эта программа, она в долгую расписана? Ну, в долгую, естественно. То есть это не краткосрочный курс. То есть постепенно. Повторение мать учения. Я-то сам, образно говоря, там у нас, ну, как сказать, человек всегда учится. Я даже находясь там 8 лет, вроде ты что-то умеешь, но ты всегда учишься. Всегда надо закреплять. Это как в тренажерном зале, чтобы мышцы были стабильны, ты должен постоянно тренироваться. Постоянно наращивать. Здесь то же самое. Но мы же не боевое подразделение. Мы все равно стараемся что-то сделать, в том числе практическая стрельба. То есть это свободное их время, когда они могут чем-то отличиться. И надо отдать должное, что в свободное время они приходят и познают. За что спасибо, в принципе, всей моей команде. Когда я узнал, что есть такая возможность, конечно же, я в первую очередь сюда пришел. И здесь мы получаем, ну, в принципе, все, что получает мобилизованный, да, профессионалов, может быть, в каких-то меньших масштабах. Но люди с боевым опытом, боевые офицеры нам преподают и минно-взрывное дело, и тактику, и устройство автомата, баллистика. И, конечно же, это медицина, критическая медицина, что очень важно. Это не значит, что мы прямо сейчас пойдем и будем сражаться, там, стрелять и так далее. Но этот опыт уникальный, который нигде не получить, он важен. И здесь мы этот опыт, конечно же, получаем. Я лично пришла для того, что я военнообязанная. Проходила военную кафедру в университете. И если придется идти с супругой, я, конечно же, попрошусь с ним. И пойду служить хотя бы в медицинский полк, потому что я не совсем готова кого-либо убивать. Но если понадобится, я хочу все знать. И также я уже ходила в военкомат и спрашивала, можно ли просто пойти женщине. Но пока сказали, как бы, идти гулять. Основная мотивация, ну, во-первых, немножко в порядок привести форму, навыки, утраченные. Потому что я раньше был тоже близок к этим всем вещам. В смысле, к патриотическим клубам? В том числе, да, к спортивным, патриотическим. Самый семейский выпускник. И, соответственно, освежить, восстановить. Я прибегаю на это занятие, отбрасываю все дела, потому что для меня это очень важно. То есть я здесь все четко. Как говорит Шадриков Илья Сергеевич, дисциплина во мне есть. Каждый раз не пропускаю ни одно занятие. Все записываю. Нет, я здесь все пешил, я тоже щенцилен. А вы, вот так, вечно, вечно. Продолжение следует...